Ипотеку вы брать все-таки будете. С какого перепуга вообще рубль укрепляется? Обвал еще впереди. И когда же те времена вернутся? Да не вернутся уже, все! Голубиная почта, говнище полный. Алё, алё, девушка, соедините. Ах, дожили. Большой-большой бадабум. Друзья, привет! Новая неделя началась и по традиции мы начинаем с хороших новостей. В ленинградском зоопарке вышли из спячки сурки и Жорик и Августина. Грызуны провели в зимней спячке почти 4 месяца и сильно потеряли вес. Теперь их кормят вшенной кашей, свежими овощами и яблоками, сказано в комментарии. Так что у Жорика и Августина все нормально, в отличие от нас. Ипотеку вы брать все-таки будете. Путин с 1 апреля скорректировал условия льготной ипотеки на новостройки. Да, ставка повысилась до 12 процентов, да, но теперь предельный размер ипотечного кредита подняли до Москвы и Питера до 12 миллионов, а в регионах до 6 миллионов. Раньше было 8 для Москвы и Питера и 3 для регионов. Сейчас под эти новые условия ипотеки попадает аж 73 процента от общего числа новостроек московского региона. Представляете? В общем, это очень здорово, что правительство и президент идут на расширение льготного ипотечного кредитования, желая поддержать и строительный рынок и семьи, нуждающиеся в улучшении жилищного состояния. И это все прекрасно. Еще раз предупреждаю, посмотрите, чем вы будете отдавать эти кредиты. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у вас были доходы соответствующие. Это же традиционная забава россиян, так сказать, входить в долги в самое, так сказать, непотребное время. Лишний раз подумайте, потому что я категорически против ипотечных долговых вот этих вот квартир, если вы хотите куда-то инвестировать для сохранения ваших рублей, не надо. Если вам надо жилплощадь какую-то для семьи, для жизни, ну это разумно и оправданно, воспользоваться этим предложением. А если вы горе-инвестор, хотите инвестировать в ипотечные кредиты, пожалуйста, ну не надо. Сейчас есть чем заниматься, сейчас повышайте свою устойчивость лучше, повышайте свой доход, сейчас будут впереди еще очень-очень много вызовов, и чтобы их обработать, вам потребуются деньги, не берите лишние долги сейчас, пожалуйста. И чтобы не впадать вот на эту сладкую рекламу, которая вас зовет, да, взять удавку, значит, на шею дополнительную долговую, подпишитесь на мои резервные каналы. Оперштаб Игорь Рыбаков, Вконтакте, Яндекс.Дзен, Рутю, подпишитесь сейчас, чтобы сохранять свой разум в чистоте и иметь каждодневную, каждочастную возможность принимать выгодные для себя решения. Российские операторы связи ожидают сбой связи летом из-за дефицита оборудования. Да, ну я думаю, какая фигня, у нас что там, курьеры есть там, в конце концов, голубиная почта и так далее. Мы всегда знаем, как работать в условиях, так сказать, полного отказа. Мы чемпионом мира по выживанию, ну вы помните. Вот примерно так заявляют люди, некоторые говорят, да, фигня, прорвемся. Слушайте, знаете что, если серьезно, на самом деле это очень такая тревожная новость, потому что смотрите, уже летом прогнозируется, что мы либо переходим полностью на азиатский стек технологический, а это, ну это несколько лет перехода, а может быть десятки лет, да. Вот сейчас идет век, ну такой пост интернета. Сейчас вообще, если интернета или связи как бы нет, вообще непонятно, как что вообще будет работать. Вот банальный счетчик газа в квартире или счетчик электрический, да, он привязан сейчас на интернет, он отправляет данные. Вы помните те времена, когда вам необходимо было переписывать показания счетчика и идти в сберкассу, оплачивать этот гребаный показатель счетчик. Кстати, многие так до сих пор делают, поэтому особо Россию не напугать этим, понимаете. С другой стороны, все технологические производства, заводы, вы знаете, все завязано на вот эти вот, на связь. Мы не можем закупать некоторые виды оборудования, которые критически важны для обеспечения устойчивой связи на наших предприятиях. По сути, нам нужно будет сделать тотальное технологическое перевооружение. Сотовая связь, вот эти вот вышки. Слушайте, да хорошо, если эти 5G-вышки бы, их бы понастроили, о которых все говорили, да, у нас хоть бы 5G-вышки были, так нет уже их. У кого остались еще дисковые телефоны и так далее, вы далеко их не убирайте. На всякий случай они должны быть где-то рядом, чтобы, если что, мы перевешли, помните, как это. Дисковый телефон, ну уж на крайняк это. Алё, алё, девушка, соедините меня с ну, мы все это по фильмам помним, если это придет опять в нашу жизнь, ну что, кайфанем, как обычно. Кому пиво, кому шоколадки, но главное быть в порядке, а не в накладке. Западные компании продолжают уходить из России, продолжают уходить, но оставаться. Давайте посмотрим, как обстоит сегодня с этим дело. Итак, Хайникин объявила об уходе из России, пивоваренные заводы будут переданы новому владельцу. То есть, Хайникин уходит, но заводы Хайникин остаются. В частности, они пишут, что все семь заводов, принадлежащих компании, будут продолжать работу. В Хайникин подчеркнули, что при любых обстоятельствах гарантируют сохранение зарплаты всем тысячи восемьсот российских сотрудников до конца двадцать второго года. Вот до конца двадцать второго года пиво точно будет и сотрудники, значит, пивных заводов будут получать бабки. Это хорошо. Безусловно, хорошая новость. Идем дальше. Финские производители шоколада и хлебобулочных изделий, Файзер, ну, все знаете, Файзер, планируют сменить юридическое наименование компании на «О, хлебный дом». Вот так вот, чтобы продолжить работу на территории России. Ребят, шоколадки, короче, будут и все вот эти вот печеньки там и так далее. Файзер, кстати, вкусняшки, правда, поэтому все будет хорошо. Ашан продолжит работу в России, несмотря на критику, сказал гендиректор компании Ив Клод. Жан-Клод Ван Дамм тоже был мощный перец, поэтому Ив Клод, спасибо тебе большое. Компания «Тетропак» уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих. В частности, «Тетропак» приостановит производство и продажу упаковок для вина, ребят, вроде новость-то плохая, да, что-то они там сократили, так и она хорошая. Вы знаете, какое вино в этих пакетах? Это говнище полное. Я, кстати, пробовал, и не надо нам упаковки эти вот для вина, поэтому новость вроде плохая, но на самом деле хорошая. Дело в том, что меня эти новости просто наполняют, вот они меня спасают от этого всего говна, которое вокруг, вот только такие новости меня вселяют. Да, вселяющих не так много, но мы можем создать здесь, знаете, как на первом канале, вот будет хорошо и так далее. Ну, я бы не хотел этого делать и не буду, даже если вы мне напишите. Вообще, это хорошая тенденция, что бизнес ищет и находит, как вы видите, возможности оставаться в России, перестраиваться, там, отдавать каким-то другим управляющим, переименовываться, да, но оставаться, чтобы заводы работали, рабочие места были. Конечно же, если бы оставались работать в России технологичные какие-то, инженерные компании, я бы вообще был просто здорово все было, да, а сейчас это в основном шоколадки, магазины и всякие, ну, вот, пожрать там и так далее. И это тоже неплохо, с другой стороны, ну, хочется-то больше, чтобы телекоммуникационное оборудование было, чтобы бытовая техника, автомобили, а то вот, понимаете, вот Рено, все, обещали остаться, а ушли. Помните, как Карлсон улетел и обещал вернуться? И маленький мальчик сидит такой на окне и ждет, грустит. Вот сейчас очень многие люди сидят и грустят, и думают, когда же те времена вернуться? Да не вернуться уже, все! Давайте, бизнесмены, братья, товарищи, нашим людям, нашему народу не остаться ни без еды, ни без связи, ни без самого насущного необходимого, ни без прокладок, ни без туалетной бумаги, ни вот без пищи бумаги. Пожалуйста, предприниматели, подключайтесь. Сейчас очень большая надежда именно на предпринимателей, кто обеспечит устойчивость и непрерывность нашего хозяйственного комплекса. Вперед. Владимир Путин поручил правительству Центральному банку Газпрому реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта. Не, ну здесь все понятно, ведь заявление было, и поэтому надо переводить, и Путин взял под особый контроль. Но вот что пишут сами компании, у которых заключен контракт. Итальянская ЭНИ не имеет возможности рассчитываться за российский газ в рублях. Будущие поставки, поэтому под вопросом, сказал глава компании. Вот, у них контракт, они считают контракт, там нету расчетов в рублях, поэтому они говорят, как же мы будем, поэтому, наверное, вот мы не сможем. Ну вот. При этом появились сообщения, значит, Песков сегодня, вот буквально два часа назад заявил, что ну если не можете рассчитываться рублями, тогда бесплатно поставлять газ не, не будем. Странные, да, комментарии, потому что на самом деле, что действительно была такая альтернатива, да, бесплатно поставлять? Только вопрос остается, а если они долларами заплатят, будем поставлять? Германия рассуждает о полном отказе импорта из России угля, нефти и так далее. О газе пока речь не шла, но, видимо, теперь уже начинает идти. Ситуация с каждым днем все усложняется. Сегодня появились заявления о следующем, что если Европа не будет покупать российские энергоносители, ну в частности нефть, да, то нефть пойдет на восток. Куда на восток? Непонятно, наверное, в Китай, в Индию и так далее. Возможно, возникнут новые трубопроводы, может быть, железные дороги, может быть, корабли, танкеры. В общем, не дай боже, чтобы это все случилось, потому что ну реально мы на 10 лет будем каналы рыть. Возможно, вот эти вот бравурные там заявления, там, мы не купим, а мы тогда перенаправим, они выглядят очень яркими и сексуальными. На самом деле, вот айфоны привезти в Россию гораздо проще, чем газ из России куда-то отправить. Это же нужна труба какая-то, да, это целая проблема, да. Или завод по сжижению газа, да, но его, чтобы построить, нужны гигантские миллиарды вложений, да, там танкеры и свобода судоходных путей, потом, чтобы эти танкеры куда-то пришли и так далее. Поэтому мы даже не можем себе представить, как изменится наша жизнь вот в этих вот вот всех вот турбуленциях. Мое предложение в этой ситуации прямо сейчас начать строить газоперерабатывающие мощности, чтобы производить больше полиэтилена, этилена и разных химико-технологических штучек, которые мы можем в виде товара отправлять в мир. Вот эта вся вот ситуация говорит о том, что быть энергодержавой в современном мире не очень выгодно, потому что тогда зависимость других растет и в случае обострения конфликтов, ну, вы видите, как все пытаются поставить границы и заборы. А если же ты производишь полиэтилен, этилен и разные химико-технологические вещи, пожалуйста, на кораблик погрузил и отправил там в Бразилию, там куда-то, где тазики какие-то делают, вот это вот всякое, вот это вот все, да, они вот из этого из пластика все делают, бутылки какие-то и так далее. Давайте отправлять наш газ в виде удобрений в мир, в мире пластика в мир. Давайте перестанем по трубам, ну, вот его куда-то запихивать, потому что, видите, не очень хорошо у нас получается все это. Все упало. Сегодня вновь озабновились торги на московской бирже всеми российскими акциями. В общем, рынок открылся небольшим снижением, некоторые бумаги сильно просили, некоторые выросли, но в среднем плюс-минус там флэп. Но интересно вот что, иностранцев все еще закрыт доступ к торгам, поэтому реально вот нынешние уровни, да, не отражают ничего. Вот когда иностранцы начнут продавать, покупать, скорее всего продавать, да, скорее всего рынок полетит вниз и в этот момент готовьтесь покупать эти изрядно подешевевшие бумаги. Пока, ну, вот просто присматривайтесь, да, адаптируйтесь и готовьтесь, обвал еще впереди. И вот в момент обваловый раз эти падающие бумаги. И вот это гораздо более сильно лучшее средство захоронить, захоронить ваши подешевевшие рубли. Сильно лучше, чем по сравнению там с ипотечными там этими квартирами и так далее, в новостройках там. Вы заметили, да, что вы сказали захоронить? Захоронить, да. Рубль, невзирая на все прогнозы аналитиков, что он будет падать, он почему-то растет. С какого перепуга вообще рубль укрепляется? Ну, с какого перепуга? Я там так скажу. Прошлый взлет доллара, он был именно с перепугу, потому что паника. На панике огромное количество людей совершали просто бездумные сделки по покупке доллара по любой цене. Ну, понятно, что спекулянты, которые продавали, они тут же взвинчивали цену и обналичивали этот дикий спрос. Ныне рубль возвращается к равновесным значениям. Текущая ситуация на биржах, рубль, доллар, она, скорее всего, это как барометр настроений. Вот сейчас такие настроения, да, что рубль будет дальше укрепляться. Но, подчеркиваю, в любой момент это может смениться. Центральный банк маневрирует. В пятницу были заблокированы выплаты западным контрагентам по корпоративным долгам на сумму 300 миллиардов рублей. Напомню, да, запад заблокировал резервы центральных банков на сумму около 300 миллиардов рублей. И вот теперь в пятницу был нанесен зеркальный ответный удар. Были заблокированы платежи тоже на 300 миллиардов рублей по облигациям и займам, которые брал российский корпоративный сектор. Как говорится, вы так, а мы так. Ответный шар прилетел после того, как Северсталь хотела заплатить по своим облигациям 12,6 миллионов долларов, но банк-агент Ситибанк заблокировал этот платеж и сказал, вот раз санкции, значит, этот платеж мы себе забираем, блокируем и пока не будем его проводить. Короче, ребят, стенка на стенку, стороны наращивают силы, качают мышцы, увеличивают вооружение, оснастку, увеличивают давление друг на друга, то есть давление и температура растет. Скоро будет большой-большой бадабум, как вы сказали в пятом элементе. В России будет обнулена ставка НДС для гостиниц и других средств размещения. Для работающих и новых отелей соответствующий закон вступил в силу, заявил глава Ростуризма. Все, долгожданное событие, на самом деле давно пора поощрять российский туризм, потому что ездить один хрен некуда, Монголия, Казахстан и еще несколько стран, поэтому я бы с удовольствием куда-то уже поехал, какой-нибудь глэмпинг, кемпинг и так далее. Я хотел бы, чтобы очень много ребят в Элисте или где-то открывали такие вот какие-то вот приюты, приюты для тех, кто не может выехать туда, куда раньше ездил часто. Да, и вы спросите, почему Элиста? Да вчера у меня ученик приезжал из Элисты, когда подарков навез столько, и мне так захотелось Элисту посетить, поэтому если бы в Элисте где-то вот в Калмыкии меня позвали в какой-то глэмпинг, я провел там недельку, честно говоря, со всей семьей. Если кто-то из вас не смотрел выпуск со мной, Секретный миллионер называется, обязательно посмотрите. Я там что только не делал, банки из ПЭТ выдувал, там, кобылу доил, там, все, все делал, я полностью готов к этому чертовскому кризису, ребят. Я наконец понял, что все люди, которые живут в России, вот, в Ешкарале, где, в городах и так далее, в малых селах, абсолютно готовы к этому чертову кризису, потому что мы так и живем. Коллекторы с иностранными корнями теперь не могут взыскивать долги. Ах, дожили. Ребята, служба судебных приступов получила разъяснение от регулятора, что больше она не будет обслуживать, значит, коллекторов с иностранными корнями. Раньше же как? Значит, коллектор с иностранными корнями, то есть западная фирма, да, поручала службе судебных принципов взыскать долги, если вы брали кредит, ну, и что-то просрочили, да? Сейчас служба судебных приступов говорит, не, больше мы не будем обслуживать ваши заявки, там, сами хотите. Смешно, конечно. Ну, понятно, что сделают эти коллекторские фирмы, знаете что, с иностранными корнями, они возьмут, продадут компании с русскими корнями, как ебать, так и будут ебать. Поэтому новость вроде положительная, а на самом деле не ебать. Кажется, как ебать, так и будут ебать. Только к бухгалтерии добавилось. А это расходы. Все издержки на перевод долгов с одной фирмы на другую будут выше на кого? На потребителя. Поэтому, ребят, на самом деле, я серьезно говорю, не берите долги, если у вас нечем платить по этим долгам. Не берите, не загоняйте себя в долговую петлю. Все. Россиянам больше не запрещено пользоваться Facebook и Instagram. Давайте разберемся поподробнее. Итак, Тверской суд Москвы опубликовал решение по делу МЕТА, материнской компании Facebook и Instagram. Ее признали экстремистской организацией в России, а ее соцсети запретили. Вместе с тем, запрет Facebook и Instagram в России не ограничивает действия физических и юридических лиц в использовании. Короче, ребят, значит так, значки Instagram, Facebook, значит, на своих сайтах, на упаковках использовать нельзя. Ссылки активные посылать нельзя. Короче, ничего нельзя, а пользоваться можно. Это похоже, ну вот как если еда вкусная, соблазняющая, вкусно пахнет, красиво выглядит, и вы ее только вот скушать хотите, а нельзя. Вот смотреть можно, а ничего нельзя. Нельзя кушать, нельзя наслаждаться, нельзя продавать, ничего нельзя, только смотреть. Можно коллективно еще смотреть, объединяться в группы и тоже смотреть. А, нет, стоп, в группы тоже нельзя, это закон о митингах. Куда не пойдешь, все нельзя, ребят, а что же можно? Можно и даже нужно подписаться на мои резервные каналы. Мне самому захотелось подписаться на мои резервные каналы. Хочу реализовать свое право подписаться, но они же мои, как на них подписаться? Все, с другого аккаунта подпишусь. Перечисляю еще раз. Телеграм, оперштабы, ВК, Рутюб, Яндекс Дет. Все, поэтому подпишитесь и это точно можно. И никаких санкций, и никакой ответственности у вас не будет. Более того, у вас будет много приятных вещей. Держать свой разум в чистоте. И я напомню, мы вместе с вами размножаем хорошее и неплохому место скоро просто не останется.